Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Medieval 2 Total War. Компания за Францию на максимальном уровне сложности. Спонсором данной серии у нас является Сергей Баграмов. И в этом эпизоде доплывем, надеюсь, мы до Иерусалима, хотя у нас тут несколько штурмов предстоит, и сможем ли мы начать сейчас вот сразу штурмовать Вену или нет, сейчас глянем, да, в принципе у нас уже все готово, есть башня, есть таран, лестницы здесь делать нельзя, вот хватит ли трех башен, это, кстати, хороший вопрос. Если их все сожгут или они развалятся, тогда только таран сможет пробить ворота. Среди наемников мы никого нанять не можем, те, кто стену разрушит, а ближайшие пушки... ...находится фиг знает где. Так, также мы шли к датчанам, вот тут нам немного мешаются, но мы дальше-то особо и не пройдем. Сейчас проверим, где у нас все армии идут, бредут. Так, а ты, чувак, куда шел? Не помню, куда он у нас шел. Шел куда-то на восток, в сторону русских земель. Так, здесь у нас тоже пополнение идет, сейчас мы тут просто с вами посмотрим, кто где находится. Денег в казне нифига нет. Все замечательно. Так, на Рим вроде там объявили крестовой поход, насколько я помню, но вряд ли они вообще дойдут. Что-то тут все войска у них развалились. По дороге были у них благие начинания, но все что-то пошло не так. Слушай, а что у нас здесь никого нет? Эй, ребята. Я что, никого здесь не нанял? Что за... Что за непорядок? Значит, так, тут у нас войска все есть, все нормально. В Маракеши общественный порядок мы восстановили, низкие налоги можем даже чуть. А нет, обычные уже опасно ставить. Одна армия у нас бредет, бредет где-то к городу здесь, к еще одному. Мавританскому мы осаждаем Тунис. Что там у нас сосалит? Тут еще строить и строить. Почему-то твердыня. И есть здесь три буша, то есть две линии стен. Готов служить. Это плохо. Готов служить. Потому что ветеран вообще ни о чем в этом штурме будут. Рыцари могут разбежаться с центральной площади, просто устав банально. И еще две армии у нас плыло. Вот они у нас тут плывут. Гребут вовсю к Иерусалиму. В общем-то, давайте тогда начинать штурм. Мы начнем с... Именно Вены. Ага. Тут у нас какие-то датские... Господа стоят. Надо бы выйти им дать в щи. Еще одного командира. Да начнется битва. Победа за нами идет. Что, не дали? Да ладно. Была героическая победа. Вы что? Какие-то не дали командира. Вот совсем распоясались. Видишь, как... Совсем негодяи распоясались. Так, с этого мы отсылаем... Сюда, главное, чтобы они дошли и не предали нас по дороге. Ты у нас что за... Же... Жеанян де Невер. Как ты с таким именем, чувак, вообще... Поживаешь. Представляете, вас бы так звали. Я думаю, что... В школе... К доске бы вас вызывали очень редко. Готов служить. Во славу Фансы! А, кстати, вторая армия-то нас и достает даже здесь, да? Ух, нифига себе. Еще армалеты. И шансов нам дают даже чуть меньше. Я, пожалуй, подожду, пока мы их обойдем. Проблема в том, что как нам их обойти здесь? А, ну, замечать! Естественно. То есть, чтобы нам пройти этот сантиметр, мы пролетели полкарты. А по-другому-то здесь и не обойти. То есть, надо обходить будет через как-то брод, что ли? Или даже вообще вон понизу, поверху. Идет вон как. У-у-у-у-у, не, это что-то не то совсем. Конечно же, чувачило отлично встал. Но мы можем проделать, правда, своим другой вариант. И вывести их на открытое пространство. Там у нас будет шанс побольше за счет тяжелых рыцарей. И у него там крестьян полно. Попробуем вот так напасть. Да, он принимает. Сейчас мы его уничтожим. И те, кто из города приплется, если вообще подкрепление выйдет. И, соответственно, нам не придется его штурмовать. То есть, мы, типа, бой проведем, проведем. А недобитку добьем на авторасчете. Вот тупорылая система. Моя армия стояла. Вместо того, чтобы ее пройти и атаковать вражескую, конечно же, мы через полкарты пойдем. Чтобы обойти ее. И через свою же армию пройти-то невозможно. Вот такого у Ноф Тотла нет. Это учитывается. Для французов честь часто означает непокорность. А это не всегда одно и то же. Сегодня, если мы хотим добиться победы, нам нужно быть сплоченными. Выполняйте приказы командира беспрекословно. Мы сомнем ряды и текущие. Растопчем и погоним обратно на скотный двор. Дионир Диасов. Войны. Ну да, растопчем. Сейчас только вот еще распределим войска. У нас, кстати, рыцарь, один отряд прекрасный. Неполный даже. Два отряда. Так что топтать-то особо и некем. В отряда мы их не объединяем, потому что в медиуле все это работает через одно место. Не очень хорошее. Вот, они начинают тупить, начинают там замедляться. Когда приближаются к врагу, нихрена не подчиняются приказам частенько. Поэтому обойдемся мы без групп. Да я их особо не люблю. Я люблю больше вручную управлять каждым отдельным отрядом. Так, подкрепление не спешит на помощь к врагу. Естественно, не спешат они на помощь к врагу. И сейчас, соответственно, нам придется их вручную мотать. То есть, долго до них скакать, бежать. Где они вообще стоят? Стоят, причем подсвечивается только один отряд. А второй где-то пьес знает где. Правда, минус не объединения в группу. Это вот постоянное вот это вот отдельное кликание. То есть, доп. микро-менеджмент. Которую медивля надоедаем. Да и карта, кстати, говно. Здесь, видимо, лес. Пускай и низкие елки, но тем не менее, за ними все равно хуже уже видно, чем на открытом пространстве. У нас рыцари еле скачут. Понимаю, там тяжелая броня, все дела, но они еле пехоту обгоняют. Которые тоже в тяжелой броне бежат на своих двух, а не на четырех. Лучше бы, конечно, чтобы они пришли. Сейчас может быть такая ситуация, что подкрепление вообще не выйдет. По идее, эту армию мы разобьем просто так. Это будет, конечно, плохо. Сейчас так или иначе понесем потери, потому что они по нам успеют выстрелить, пока мы за них добежим. А, вон они. Короче, ведут стрельбу. Так, пацаны, давайте быстрее сближайтесь. Пацаны у нас еле тележатся, и сейчас первый залп они примут. Стреляются эти командиры, сейчас еще и его убьют. Случайной стрелой. О-о-о. Удохнуть. Наш безумный полководец позволил убить себя. Мы обречены. Да вы издеваетесь, что ли? Ну вот я только сказал. Убили шестерых человек, семерых, и он был один из них. Причем его убили вторым еще. Вот здесь должно быть просто много... Как все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Здесь должно быть очень много нецензурных выражений. Наш безумный полководец. Досраный рандом. Безумный. Позволил его убить. Как я и говорил, одна случайная стрела. Здравствуй, жопа. Новый год, и сейчас вся армия может просто отсюда разбежаться, поэтому город надо штурмовать в первых рядах. При этом с капитаном они сражаются уже хуже. И с ним город штурмовать нельзя. И второй армии надо сюда командира перебрасывать. А туда везти еще одного. Мы истребили половину его армии. Ну, у него что, теперь еще и ополчение стрелков будет перерубать кавалерию, что тяжелое. Непоколебимо. Еще одни херово терминаторы с арбалетом. Они еще и стреляют, кстати, даже. Умудряются стрелять. Походу, у них подкрепление так и не выйдет, судя по всему. И мы совершенно бесполезно провели с вами работу. Да задавите вы их нахер, что вы делаете-то? Сталилбом и тыкаются с ними. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смердам. Да-да-да, покажете. Вы уже показали. Хвала создателю. Мы победили. Память падшим. Слава живым. Да неужели? Победили вы. В итоге мы слили командира, что подбросить одну тупую армию. А вот у него-то армия не тупая, и они не пришли им на помощь. Это просто бред. Отношения ухудшились. Почему-то с папской областью. Ну и чего. И сейчас эта армия еще и слиняет. Монруа и Сен-Дени. Сейчас к ним что-нибудь еще припрется. Ну, в общем, как и обычно все. Все просто замечательно. Ладно, делаем пока ход. У нас тут еще какие-то пацаны шли на починку. Ну, командир-то мы легко приобретем. Командир в этой игре вообще легко получается. То есть вы уничтожаете какую-нибудь бомжатскую армию, там, не знаю, повстанцев или бродячих врагов недружественной вам фракции. И все. Желательно, чтобы превосходство по силам не было особо большое. И вы получаете тем самым нового командира и новый командный отряд. Да, делаем ход пока. Все равно денег не осталось. Практически. Но сам факт вот этой вот дебильной рандомной гибели его. Подходящий муж. Вот, кстати, нормальный парень. Люкен де плезьян. 16 лет. Он и благородный, и супер верный, и еще и благочестивый. Командир неплохой. до 16 лет. Черная смерть. Бордо. Ну, конечно. Так, ну ладно. Здесь у нас народу мало. Надеюсь, что она никуда больше не пойдет. И что у нас по деньгам? Что это за 25 рублей у нас в казне? Что это за чудесные 25 рублей? Ну, что? Он сюда не поперся. И мне опять сюда не подойти, да? Я не достаю до него. Как минимум, ход придется прождать. Вот, парень, хороший командир. 35 лет. Принц Одо беспощадный. Пока мы не уберем вот это вот гамно отсюда, мы не пройдем дальше. Ладно, пока мы выйдем. Я скажу, выйдем. Кстати, он и возглавит ту армию, скорее всего. Без него здесь, я думаю, будет только все лучше. В любом случае, мы еще пока построить не можем по причине того, что у нас не хватает. Не хватает. Да и не хватает. А, здесь увеличились налоги. Военное строительство. Кстати, вот нам еще не хватило даже 3 300 на строительство здания дополнительного. Ну да и ладно. По-моему, в этот город у нас сел еще и вражеский агент. Агент Смит. Монгольская цитадель. Здесь нужны тоже пушки, безусловно. Лучше, конечно, кулеврины сделать, но опять же, нам их делать банально не на что. Архус, а тут в чем проблема? Обычные налоги. И уже какие-то непонятки. Ладно, я там еще вича добьем. Ты кто у нас? А, это вообще правитель Дания? Ничего себе. Мы его раскатаем. Теперь в Гамбурге проблема. Готов служить. Куда мы найдем? Добить надо его. Опять 26 потери. Сильно, напить не сдох. Но в риал-тайме такое проводить тоже, конечно, нельзя. Это слишком долго. Сейчас такое явно не интересует. Давайте доплываем. Доплываем. Мы до Иерусалима. Также рекомендовали мне захватить какую-то крепость поблизости. Сейчас мы доплывем сначала к берегу. А, вот Акру мы можем захватить. Стадель. Там особо никого нет. Тем более, видите, двумя армиями мы сразу не можем высадиться, поэтому лучше подождем. И Иерусалим. Остается у нас еще 29 ходов. Но на его захват области мы уже перебрали на 4 штуки, которые нам для победы необходимы. Можем, в принципе, Тунис забрать. На 2-ю армию подводить это для такого боя конечно. Уже перебор, но лишнего не будет. Аж если 1-я армия лоханется, то 2-я, по крайней мере, добьет. И че? А где-то город Тво тут находится. Нам еще и бомжи преграждают дорогу, но мы их не будем трогать. Слушай, а че у нас отряда не хватает? И мы можем нанять суданских кочевников здесь. В принципе, неплохая атака. Все остальное говно. Но пока мы их тоже нанимать не можем, потому что у нас нет денег. Не бойтесь необъяснимого. Да, необъяснимого бойтесь. Все, вы признаете ересью и все равно всех на костер. Знаем мы вас. Инквизиция. Продолжаем идти. Так бы еще, конечно, одну армию сформировать, но у нас здесь достаточно силы. Сейчас мы будем ее формировать. Безусловно. Да, так мне надо два отряда и две кулеврины. Соответственно, мы берем рыцарей. Главное, что гони. Хотя мы вот так дойдем. А тут у нас что за... А, здесь у нас шли на переобучение, пацаны, да. Точно, точно на переобучение шли. Теперь. Куда мы нанесем, что принадлежит. Не достанет у нас. Ну да, естественно, пошел опять через всю карту, потому что своя же армия перекрыла ему путь. Ну это очень логично, в общем-то. Ну что, будем штурмовать тогда Тунис. В любом случае, штурм нужен. Единственный момент это наличие опять же лестниц, башен. Нам должно хватить на то, чтобы штурмовать его целиком, так сказать. Всю крепость. Не понял. Почему вторая у нас армия не подключилась. 5 к 2. Султан Джалун скупой. Нифига себе. Слушай, а тут все очень реально плохо. На самом деле у него полно арты, которые будут обстреливать стену. Есть еще и копейщики ламтуна, полчения с арбалетами и целая куча командиров. Офигеть. Авторитет. О непобедимости этого полководца ходит легенда. То есть его хрен убьешь, он нам один положит полуармии. Она вся разбежится и будет он стоять скорее всего прямо в центре твердыни. У них очень жесткие командиры. Вторая армия что-то не подошла к какой-то хера. Сколько она продержится в осаде-то еще? 8 ходов до сдачи. Ну давай. Подержим, а здесь мы пойдем дальше. Что-то я не хочу с ним долбиться. Я просто знаю этих арабских полководцев. Они очень тяжело выносятся. Особенно в крепости, там где нет возможность отступить. И они обращают в бегство чаще всего все войска, которые ломятся вот туда вот на центральную площадь. То есть это не вариант. 17 тысяч где-то получаем. Давай делаем ход тогда пока что. This is not вариант. И надо тоже дурацу будет захватить, но в общем, как я говорил, у нас будет мощное продвижение, но... Опа! Нифига себе! Но, может быть, будут какие-то заморочки. Но сегодня у нас есть шанс победить. Просвещение 6 держава. По крайней мере, одержать победу официальную и потом уже сконцентрироваться на локальной. Денька опять нифига нет. Этот город, чувствую, придется оборонять очень жестко. Гусары, судя по всему, это была армия крестоносцев, которая перла. У нас еще, видите, заблокированы еще многие порты. Которая перла на Рим. Но потом что-то она распалась. Опять датчане начали блокировать, блочить. но теперь мы можем прокинуть вроде как командир сюда. А, нет, пока мы эту армию не сдвинем. Но сейчас ты можешь туда пройти, я надеюсь. Чудесно. Блин, теперь тут два отряда. отлично, морщик. Уже в пути. Да ты че смеешься, что ли? Ну какого хрена сейчас-то он не прошел туда? В принципе, один ход, то есть почему только с этой-то стороны? Арки бузера. Я просто боюсь, что на ночь могут эти рыцари напасть. и поэтому я таки найму их. Хотя бы один отряд. Потом распущу. Да-да-да, давай быстрее. Хаги заслужили. Расплату. Монгол все золотое, конечно же, здесь у нас по-прежнему фигу общественный порядок. И вот самое главное вспомнить бы, где город у датчан. Я вот реально просто не помню. Придется нам разделиться, но я не думаю, что кто-то нам тут как-то угрожает этим армиям по отдельности. Поэтому без проблем разберемся с ним. Так, что у нас тут? У нас, видите, очень много строится, очень много стояло в начале строительства. Он в торговый квартал начал строиться одновременно. Умри, язычник! Верно, соответственно, всякие разные что в Неаполе за проблемой. Опять финансовое строительство. Ага, а это у нас не может построиться. Отлично. Пока что поставим развитие поселения. чуть меньше приносит дохода, но зато все хорошо в плане готов служить. Че, бомж, уди здоровья. А вот и город. Вот и город. Тимбукту. И опять куча сидит этих. Правители. Супер верные. Не особо верный. Смаил Аль-Муби. Но у них тут хотя бы войск других нет. Это все-таки город, а не крепость. Этих пошлем пацанов первых на штурм. Как наемников. 96 рублей осталось. Опа-на. А тут командир Фати пришел. Вот так вот. То есть мы еще и хер возьмем теперь эту акру. А это цитадель. Пока не будем распускать флот. Возможно придется отступать. Но в принципе я дотягиваюсь до Иерусалима и этим ходом мы можем его забрать. А потом уже напасть либо на газу либо на акру. Лучше бы конечно напасть на сначала акру, потому что там всего лишь один отряд внутри. Теоретически мы дотягиваемся прямо сейчас с пушками. Действительно начать с нее. Вторая армия будет в подкреплении. Еще неизвестно где она выйдет. Давай подходим по максимуму близко. Будет пролезть теперь или нет? А теперь они не пролезут. Твою ж ты мать. За вас, Монва. За вас, конечно. Да не будем мы их не будем мы их короче атаковать. Сразу тупо рылая система. Вот никак я к ней не привыкну после новых вархов, что он не просочил. Вторая же армия заградил. Надо было начинать вот с этой сначала, а второй подвести потом. Готов служить. Ой, ну ладно. Что прикажете? Сеньор. Сеньор. Помидор. Сеньор, где ваши помидоры? А, он убежал, кстати. Он не дурак же на 2-р метли, да, действительно. Сейчас мы снимем Массаду, и я по-быстренькому проштурмую на авторасчете. Может был, кстати, сделать даже осадное орудие. Подходящий муж, Рене де Платер, 39 лет. Готов служить. 2900, денег по-прежнему нифига нет. Пацан, мы распускаем. А, а вот теперь он с этой стороны пролез, то есть до этого он не пролез, вроде никто не мешал, а теперь пролез. Да еще и гордо подбежал. Эй, как я тебе сюда пролезу, да, эй, 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 куда мы нанесем, Пьет. Но сначала мы с Юрусалимом разберемся, давайте в этой серии мы все-таки закончим эту тему чудесную. Давай, снимай осаду, только мне, дай как-нибудь там. Что прикажете? Вторую армию под контроль. Факинь контроль. Начнется 50 к 7, то есть у него еще какой-то шанс против нашей армии есть. 13 человек было потеряно. Уничтожим, чтобы лучше был общественный порядок. В принципе, тут ничего особо ремонтировать не пришлось. все равно цитадель один хрен. Так, найм. А у него здесь все есть, у него даже есть каракул, можно нанимать и можно нанимать рыцарей пикинеров, то есть нужно подождать пару ходов, 3-2 хода и мы сможем нанимать уже любые войска здесь. Так что нормально, пока что мы окопаемся рядом с акрой и потом возьмем Иерусалим. В принципе, флот можно распускать весь. что-то там писали, на какие-то кнопки можно это сделать сразу, но я уже естественно забыл в комментах, так что будем мы удалять сразу их каким-нибудь образом. Что-то там куда отправляемся? Я не знаю, не помню, короче. Удалю всех по одному, очень муторно. В общей группе, по крайней мере, стандартным способом они не удаляются. И сейчас у нас с вами, конечно же, появится очень солидный буст по экономике, потому что каждый из этих кораблей сжирал там целый за 200 золотых. Конечно, удаление всех кораблей за раз это не хардкорно, это казуально, а вот по одному удалять, это настоящий хардкор, тут надо терпение, усидчивость, внимание, точно попадать по кнопочке постоянно. Все, мы их удалили, теперь у нас экономика просто, она просто по 30 тысяч будет давать с лишним. Теперь-то мы будем нагибать как цари, как импураторы. Значит, здесь мы идем дальше. Дальше, здесь мы также продолжаем поиски. Я реально вам говорю, не помню, где город. На этой территории, но мы его обязательно найдем. По-моему, где-то здесь все-таки он был, на севере. Что у нас тутать? Тутать у нас тоже осада. Лучше лестницы, а не быстрее. Сделаем много лестниц, я не буду ворота вообще пробивать. Нахер это надо, мы и так захватываем. Хотя ладно, один таран сделаем, но, скорее всего, не буду я пробивать. Здесь башни, они вообще бесполезны, в отличие от Вархаммера, потому что в Вархаммере они хотя бы внутри башни войска сидели, и башня двигалась сама собой, то есть каким-то магическим образом там они ее толкали, а здесь, видите, они идут за башней, все войска, и поэтому по ним также спокойно попадают. Притом, они идут очень медленно, очень медленно, как бы, с лестницами, они хотят побежать могут. Садили нам тут же порт, но это не имеет никакого значения, войска крестоносцев растут, Дания присоединяется к походу на Рим, удачи им в этом чудесном походе, думаю, что ждет их много неприятных сюрпризов, как видите, 32 тысячи у нас доход сразу становится, как мы удалили все эти корабли, которые мне нафиг не нужны, вообще их не люблю использовать, и считаю их довольно бесполезными в медиволе, все равно будут эти 3555 врагов постоянно объявлять войну, постоянно будут вам осаждать порты, и вам надо будет держать 20 флотов, чтобы с компом вот так вот нормально бороться, ведь строят даже там, где его построить не может. И поэтому я полагаюсь больше на внутреннюю торговлю, чем на внешнюю, и мне перекрытие всех этих портов абсолютно как бы барабану. Так, все, мы переобучаем, и следующим ходом начинаем штурм Иерусалима. Пока же стоим, ждем, ничем он ответить не может, абсолютно. Самое главное, что штурм-то будет на авторасчете, хотя мы можем, конечно, и провести в реал-тайме, то есть это будет финальный бой в компании, по сути. До победы, естественно, о, ни хера тут в Венеции сидит. Венецианская твердыня, при том их там довольно дофига, госпитальеры там сидят, рыцари. Это плохо, и здесь тоже нет кулеврин. Держать в осаде-то я это добро бы не хотел. Так, есть ли у нас здесь пушки вообще возможность в Алжире построить? Ну, пушки есть, но, а говеные, говеные есть. Пушки, артиллерийская мастерская, большая бомбарда. Ну, мы можем здесь, конечно, заботиться, но это будет тоже, видишь, очень долго. Кам построим, пока они дойдут, там уже осада будет снята автоматическим, так сказать, образом. Я все-таки хочу сначала Иерусалим взять, потом уже все остальные штурмы провести, тем более, врага немного ослабить, как-то там, я не знаю. Правда, он венгра пытается нас всячески нагнуть. У него тут уже войска начали погибать в городе. Это хорошо, 7 ходов до сдачи. Просто очень хорошо. Кулеврину мы сделаем. Еще может быть мощнее здесь. Здесь мы явно мощнее не возьмем. Вроде в каком-то из городов мы могли строить Василиски. А, Василиск-то артиллерийский завод нужен. Вот оно че. Это будет тогда дольше. Это будет дольше. За нами пришел опять местный царь, нам мешать всячески. Ага, мы нашли дорогу, соответственно, город у него все-таки вот здесь находится. Шли мы дорогу. Странно, она как-то идет, идет по всей инсек порту, но мы сейчас посмотрим, к чему она ведет следующим ходом. И движемся к польскому городу, хотя там уже не польский, а монгольский 100% город. тут мы продолжаем так же войска пополнять. Бордо закончилась чума. Всех чиним. И еще, видишь, кучу денег мы теряем из-за того, что заблокировано порт, повторяюсь, но ничего с этим не поделать. Подходящий жених, 41 год, помолвка Пиранетта Ришелье. Ну как же я могу им отказать, хотя командир он не как кучий, зато верный и немного благородный. Женя Лазучика, Венгрия, Загребе. 39 тысяч денег, все, в общем-то, с этим делом хорошо. Сейчас дело пойдет быстро, то есть, о, здесь, кстати, есть Василисский, это тоже отлично. Сейчас дело пойдет быстро, мы имеем отличную экономику, у нас огромное количество армии и все последующие серии это будет постоянное продвижение, массированное вперед, как только захватим всю Европу и Африку, Ближний Восток, переключимся на Америку и победоносно индейцев там, так сказать, научим демократии и победим. Как-то так. Блин, он подошел к Гордо, но значит, да, бой будет уже поинтересней. И вот оно финальное сражение, кстати, стена в Иерусалиме пробита и они ее до сих пор так и не заделали. В Акре мы остаемся, чтобы, так сказать, войска немножко на стрёме подержать, чуть-чуть кого тут переобучаем, а у нас есть аристократы, смотри, элитные арбалетчики, которые могут еще и в ближнем бою сражаться. Можем нанять рыцарей пикинеров. Ну, здесь мы будем формировать еще одну армию, третью, чтобы Ближний Восток именно из Акры и из Иерусалима мочить, то есть мы будем двигаться с двух направлений. Вот эти вот армии у нас будут Ближний Восток, Африку покорять, Африку мы уже тоже забираем и с западного, и с восточного направления, и через Европу движемся огромным количеством армий. Начинаем штурм. Финальная битва в этой кампании. до победы, я имею в виду. А нет, подкрепление к нему не пришло. Давайте проведем в рейлтайме тогда, что делать-то. К оружию воины ведет великая битва. К оружию воины. Очень великая. Величайшая битва в кампании. Я-то думал у него хоть кто-то там сидеть будет, кроме одного командира, но нет. что-то не видно повреждений в стене в субах. Ну, а сейчас мы добавим пару дырок. не только французы, я думаю, в ужас их гоняет наше количество. Так, ну, по всей мсти дыры находятся может где-то с другой стороны в стене, но мы их искать не будем. Мы сейчас просто наделаем новых дырок. Что у него с башнями? Башни явно не артиллерийские, я даже не вижу здесь балетных или баллистических каких-то расчетов. Можем, я думаю, поближе встать. Хотя, что-то нас отбросили, далеко-то, я думаю, не случайно. Перерубим его рыцарями. Именно аристократами. Думаю, что их хватит. А он в центре города, поэтому не имеет значения. Давайте ворот пробьем до их херста. Это не имеет значения. Зачем ломать еще больше стену, когда мы можем пробить ворота? Главное, чтобы они в жопу своим не выстрелили. У меня были такие прецеденты, когда я играл в своей компании тысячу лет назад. не, уже не выстрелят. То есть, ты пробегаешь сквозь кулеврин, или еще лучше Василиска, он наклоняется и стреляет прям по башкам пробегающих войск. И уничтожает свою и юридов. Прекрасно. Теперь наши братья поставят жирную точку в этой компании, к которой мы все шили все эти серии. Я даже не знаю, какая там по счету уже серия, но много было серий. Самое главное, это еще далеко не конец. Мы только где-то на середине пути, но вторая половина будет пройдена быстрее гораздо, потому что у нас уже все есть. Есть экономика, есть мощная экономическая держава, мощная военная держава, территориальная. Мы всех доминируем и унижаем. гигантские армии рыцарей, которые выполняют другой приказ. Так что хана врагам. Короче, он даже не идет. Он знает. Красадье! Мы захватили вражеские стены! Что идти-то некуда. Бежать не стоит, потому что пока они бегут по городу, они уже выдохнутся, а уставшие войска, тем более находящиеся на вражеской площади, если получают урон, даже элита быстро теряет боевой дух и может убежать. Поэтому мы просто с вами ускоряем. Практически они будут бежать для нас, но на самом деле они будут идти. Главное, что перец никуда не убежал. Ну, в принципе, бежать-то ему, я говорю, некуда. И компуктер все просчитывает, знает, что ему крышка. Хотя обычно в осадах он действует очень неплохо в обороне. Порой неплохо иногда тупит, но чаще всего все у него получается очень хорошо, особенно если есть арта и стрелки. Вот он все это подтаскивает на площадь и начинает по вам палить. И ваши войска дают зерам под этим огнем вставшие уже, которые в городе посражались, понесли потери. Даже если генерал стоит рядом, все равно не убегают город захвачен. Да ладно. Дже. Kill them, brothers. Fast kill them. За Францию. За нашу Викторию. За клубнику. Войдем со всех сторон, побыстрее все это дело перечикать. Вот они уже пошли дохнуть. Но и наших они рубят тоже весьма так-то пробно. совсем совсем за спину. Но тем не менее мы их окружили и легко сейчас перерубаем. Эти рыцари с гигантскими топорами легко перерубают кавалерию, если они не устали. Вот в чем еще проблема. Если они уставшие, то тут все уже плохо. потерял половину бойцов. Уже видите, горячи переводят дух. Несмотря на то, что практически не бежали, пару раз махнули топором и уже устали. Жень, дрова-то колет. Ни разу на огороде что-ли у себя дрова не колуют? Пару часов подряд. Или в деревне. Сражеский полководец. Этот презренный сарацинский пес наконец-то убит. Надеюсь, это подорвет их решимость. Надеюсь. Все? Этой победой восхитится весь христианский мир. Вот она великая победа захвата Иерусалима. 42 потеряли, он потерял 41 все равно. Несмотря на численное превосходство. Ну что? Сейчас должен быть ролик финальный. Б. Давайте нам ролик, все. Мы его заслужили, честно. Занимаемся. Милостью всемогущего Господа нашего я провозглашаю в него величество короля Франции императором французской империи и защитник Амберы. Французское королевство превратилось в империю, объединившую всю Европу. Теперь великий император французский определяет политику и диктует законы. Ну, такая она была эта кампания. Надеюсь, что вам понравилось. С милостью всемогущего Господа нашего я провозглашаю... Да, мы продолжаем. В общем-то, за эти ролики отдельно спасибо, стоит сказать, Medieval, потому что, опять же, в последних тоталах, даже их поленились и сделать, там не ролики, как бы, нарисованные отдельно, а просто статичные картинки, которые накладываются одна на другую и идет там, в общем, текст с субтитрами и... разговорные, то есть обленились настолько, что спустя, считайте, 14 лет после релиза Medieval, второго не мог это сделать в 2020 году. Это просто лень банальная. Да, общественный порядок ноль. Надо было всех убить. 15 процентов. Ежедневные, ежемесячные. Надо было всех убить. Ну, у них, видишь, тут все разрушено, то, что давало, как раз, общественный порядок. Сейчас мы это все дело исправим, надо будет потом церкушку построить дополнительно. Если он поет в атаку, его ждет сюрприз в обоих крепостях, надо быстрее будет наниматься, здесь еще одну армию нанимать. Но у нас особо пока такой возможности-то и нет. Ну, потихонечку-потихонечку будем это делать. Вот. И сейчас еще надо будет провести парочку штурмецов. Правда, не все в этой серии. Ну, а что это было за штурм? Так, у нас два боя было достаточно херово. Что это были за вообще бои? О, тут еще армия крестоносцев просто рядом. Куда мы нанесем удар? Они пожалеют, что втолкались в Афганцию. Пожалеют. Вот у нас подкрепление наконец-то есть, что втолкались в Афганцию. Два к одному. Толпа рыцарей, но здесь, по крайней мере, арты нет. Вот как бы, да. Но, правда, рыцари в броне и с улучшенным оружием модифицированным. В том числе и полководец, и у них полно стрелков. Которые будут все на площади, скорее всего, и нам накидывают за шиворон, да? Да, у нас тоже полководец. Принц Оду. Ну, его какой-нибудь одной стрелой. Приголубит он. Я так думаю, отлетит. Ночное нападение. Но тогда у нас не входит и то, и другое подкрепление. Толпа является дополнительная звезда. Ладно, еще ходок подожду. А что у нас там с кулевринами? Кулеврины есть. Сейчас мы тут все это прицепим добро. Монгол, только вот не напали бы раньше. Идем далее. По-прежнему мы не видим, кто там. И это вся армия крестоносцев, которая шла к городу. А вы что, смеетесь, что ли? Так, выходим на дорогу. Это порт. И, кстати, еще дорога ведет вот туда вот. То есть у него еще все-таки один-то наверху был. Не понял. То есть у них тут между двумя портами... Это ведь не город. Это порт-дорога. Но есть ли город дальше, или он все-таки был один на севере. Ну, короче, будем смотреть. Будем смотреть. Будем глядеть. Офигеть. Это сколько переобучать-то надо. Народу. Ну и... Готов служить. И вот, Монгуа, в атаку! Тут тоже, в принципе... Довольно высокий шанс. 5 к 1. Но проблема в том, что при штурме этого города мы потеряем целую кучу войск на авторасчете. А пополнять-то их негде. И нам в любом случае придется возвращаться в Алжир. Для полного пополнения. Давай проведем. Для минимизации. Хотя сражение такое себе. По паршивости. Средней степени паршивости. Время настало. Проверьте оружие. Вознесите молитву и доверьте Зикос. Ну и речей. При боем заметьте разнообразных прописано тоже дофига. Чего не хватает, вот опять же, в новых играх. Но, по крайней мере, мне не хватает. Может кто-то скажет, что там нахер они нужны, эти речи. Быстрее в бой там. Кликнул и полетел. Но они добавляют атмосферы. А у суданских кощевников пойдут ворота пробивать. Остальные все на стену. Здесь мы залезем. Я думаю, тут у него будет меньше. Активировано башен. Муниорские пехоты-то маловато. А конец, возможно, вся будет вообще на площади. Похоже, все на площади. А нет, тут кто-то есть рядом. Твою ж ты мать. Он же хитрожопый-то. Он же хитрожопый, бич. Маневры. Ну, суданских кощевников мы наняли, поэтому они должны свою миссию выполнить. Пробить нам ворота. Они, видите, по стене бегут. А что, у меня говорил, комп броняется очень добротно на максим сложности. И сейчас он еще и успеет перекрыть дальние башни. Ну, там я уже залезу. И если он уйдет к ним, соответственно, он откроет этот фланг. И мы его как раз-то... Из-за чебураш. Таран дотащили, все хорошо. У него не хватило пехоты на блокировку всей стены. Да, и он включает и вторую башню. Полчение с арбалетами. Ну, пока она бежит. Стены не преграда для воинов Франции. Мы их уже укокошим. Но он одного застрелили даже. Смотри. Не надо там поднимать-то их будет. Как будто они там гири тягают. Лестницы подняты. Стены не преграда для воинов Франции. Думаю, что эта лестница весила гораздо меньше. Думаю, что эта лестница весила, может, 10 под силу. Таран сделал свое дело. Воины, настал ваш черед. Да-да-да, сейчас мы тут им забежим. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. У меня вопрос, а вы зачем сюда побежали, пацаны? Вы что, сзади зайти не можете? Не, не могут. Да они и бежать не собираются никуда. Ну, короче, они на площади стоят, как и в прошлом бою. Видишь, он не просчитывает, что может у ворот сдержать, поэтому... Ему все это нахер не надо. Лестницы подняты. Стены не преграда для воинов Франции. Да-да-да, мы поняли. Не преграда для воинов Франции. Все идем через один проход. Причем именно давайте все-таки будем идти, а не бежать. Может, тут типа будет проводим не для красоты, а для того, чтобы сэкономить войска. Потому что нам на второсчете припять к одному бы насчитал тут всякой херни бы. Хороший. О, кстати, их много убегает, достаточно. И желательно бы нам не дать им до площади добежать. Потому что они по нам будут там настреливать. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Суданские кочевники на любые потери вообще не реагируют. О! Тихо-тихо-тихо-тихо. И че? Вылетели в бареки. Челобрички вылетели. Садники пустыни и опять кунные стрелки. Пацаны, может быть, их там как-то побыстрее зажмете? Вы че там вышагиваете на параде? Да, мы победили, но это не значит, что все прям сдались моментально. Знаешь, такая тупая победа по условиям компании просто. Весь мир еще не захвачен, но при этом у нас уже какая-то типа империя, мы всем правим. И хрена, мы ничем пока еще не правим. Империя будет, когда не останется ни одного врага. Кажется, у нас только бумажная империя. Все, отлично. Кочевники в этом бою очень сильно помогли. Хотя и потеряли супер многих. Ну че. Пацаны, вы, может, от самого газа-то прибавите. Эти пускай уже бегут, потому что им очень долго придется идти. В этом саде в пустыне, видите, он очень умный оказался и... Чуть никуда не побежал. Все мимо него проходят, но... На любого хитрожопого найдется еще более хитрожопый. Камон. И остались самые интересные пацаны. Это охрана. И... Копейщики. 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 Долго. Горочей переводят дух. Ну, мы своего полководца подведем, чтобы он там, типа, подбадривался. Была. Кавалерию подключим в концовке. Уже уставших добивать. Суданские, конечно, вот эти вот кочевники не особо подходят для нарубания кавалерии тяжелой, бронированный. У-у-у, мавров. Атак чисто для массовки. Главное, чтобы не получилось так же, как у нас в начале. Но тут нет, видите, стрелков, поэтому никто не подстрелит с нашего полководца чудесного. В этом плане можно не париться. Вот что эти дегенераты, по-другому не назовешь, делают. Я их направил, вашу мать, на площадь. Вы думаете, что они делают? Они уперлись в здание и стоят. Проклятье! Мы потеряли город! Один отряд, хотя, вроде как, бежит. Эммм, вы что в вашу мать делаете? Если ничего не изменится, мы победим. Да они сдохнут сейчас! Уйдите нахер отсюда. За какой хер-то эти полезли сюда? Так, всех рубасить быстро. Кто опять сейчас нам скажет, наш безумный полководец позволил убить себя? Мы обречены. О, добрались аристократы, сейчас они их нашинкуют. Под прикрытием рыцарей-феодалов. Что-то вот он тыкает и, смотри, тыкает-тыкает, а толку никакого нет. Куда он тыкает? Потому что такая гимнастика, что он так вот вперед делает движение, может быть вспоминает свою юность, как он там граблями разгребал или лопатой их копал. Что это за движение, непонятно. Ну, в итоге потери все равно получились, как видите, довольно охрененные. И далеко не факт, насчитал ли он нам бы и больше. Сложно сказать. При 6-5 к 1 потери были бы в районе 300-400. Посмотрим, сколько у нас в итоге. Он морет в бою. Я думаю, что примерно столько и будет. Три полководца у него вроде было, а тут нарубать их тяжело. Деньги, они, конечно, пехоту накрячивают. Даже вон аристократов очень жестко бьют. Более того, они еще колеблются. И отряд полностью уничтожен. Нет, жены. Такие бои проводить я не буду. Будем делать авторасчеты. Ну, по крайней мере, мы это потестировали. Как видим, бесполезно. Мы истребили половину его армии. Аккуратно, тут неаккуратно. Вообще без разницы. Ощущение, что у нас не солдат, а сборщик крестьян. Вы не воин, вы грязный свинопас. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Все, у них еще 22 осталось. И буду нарубать до конца. Блюха, всех перерубим. Здесь 17, там 22 еще осталось. Ну, если нашу полководцу... Ох, ни хера себе. Суждено погибнуть дураку. Значит, так оно и быть. Пускай он проявит себя. Не мальчик, а у тебя мужчина. Мы сейчас так пол-армии просрел, на самом деле. 27% уже сдохло. Ну, там, да, этих суданских кочевников процентов. 7. Но все остальное, это наши воины были. Сжимakis. Дмитрий. Сжим인지. 10. 10. Семнадцать Шестнадцать То ощущение, что мы сражаемся против терминаторов Т-1000 Ополчение, знаешь Примерно такой же эффект складывался А не рыцарями О, у нас жопой полководец К ним пять, сейчас его еще и нахер будет Должен наказать Не зря тут свой хлеб ест Оттесняет, оттесняет вражеский погиб Как бы они, конечно, убежали бы давно Если бы делал, все на площади не происходило А, нет, не все еще Победой Восхитится весь христианский мир Да вообще Просто мир будет Удивлен потерями, которые мы понесли Пятьсот двадцать четыре Мне кажется, он насчитал даже бы меньше Правда, он разбил бы это все между разными отрядами В любом случае, могли бы объединить Я стараюсь больше боев проводить В режиме все-таки реального времени Но Стоит я на того Ну и чего, опять обычные налоги Опять нет церквей никаких Суданцев распустим Несмотря на то, что они отлично сражались Тем не менее Нам они не нужны И три отряда надо попол... Ну, как бы новых нанимать Плюс ко всему Восполнять еще парочку Но это все мы сделаем в цитадели Когда придем отсюда Так И слушай Это, кстати, не последний город, между прочим Был у них еще и в углу какой-то город есть Ёшкин ты матрас А у нас тут и армии-то нет Мы чем штурмовать-то будем? Ну, можем, конечно, опять суданцев нанять Они неплохо заходят Потому что тащить еще сюда солдата Они не дойдут без командира Они вот такими же вот станут Очень скоро Очень скоро они станут Такими же предателями Так, ну давайте сделаем ход Все-таки найдем у них город Да будем, наверное, тихоньку Так сказать Закруглять Боев было много Хотя они были и не самые Сложные Ну а в следующей серии их ожидается еще больше Вене там продолжает войска дохнуть Да, здесь монголы уже И, судя по всему, подходят городу солидные У них тут подкрепления Что-то там менялось Пересаживалось В этом бою мы сделали самое большое дело Мы, в общем-то, победили Так, в Иерусалиме были в беспорядке Убито воинов 67 Ну просто чудесно Рим Войска крестоносцев растут Папская область Откуда он их приведет, этих Своих крестоносцев И к нам еще и прутся эти бичи Очень вовремя, я бы сказал Конечно Бичуганы прутся Но надо меняться местами Нам при обороне не нужны Доход минус 258 А еще на дорогу ускоряет Отличный доход вообще Просто я смотрю Низкие налоги Это из-за бегов Ежегодные бега Ежемесячные Но нам надо восстановить Словно общественный порядок Для начала И только потом уже Все это отменять У нас экономика прет вверх Поэтому, в общем-то, это не судьба Важно Даааа, блин Чуть не понял, пацаны А че вы не объединились-то? Э Они не объединяются То есть вот я их объединяю А они не объединяются Вместе Вот Чудес Отличный баг Через эмку не объединяется А мне нужна еще одна армия Сейчас будет здесь И как можно быстрее Поэтому объединять мы их будем Уже потом Сейчас нам надо будет набраться И помогать Помогать нашим войскам Ибо нас обкладывают Для меня будет большой честь Победить вас Вражины И, конечно, проще их встретить в городе будет Чем на открытом пространстве Но они могут обложить Большим количеством армий сразу Придется выходить из-за края И тогда им наваливать А он еще и не объединяется Собака Как назло Так Тут потихоньку Вымирают Осталось Раз-два Я обчелся Всего три хода подождать И мы без потери В общем-то Сможем взять Не понял Ах ты падла У нас еще вот из-за чего Доход-то возрос Нас упырь предал И его то ли купили То ли что там произошло Такую Около венецианской твердыни Армия стояла полная И он нас предал То есть там нет уже генерала Вот те продвинулись Называется Вперед Ладно Тогда план меняется Несколько Вот этого парня Верность уже гораздо лучше Его мы, значит, тоже Обязательно заберем С собой Пушки тащить мы не будем Хотя с другой стороны Если кулеврины сделаем К этому моменту То, может быть, не возьмем Но продвигаться будем Медленнее на кораблях Ну, плыть мы тоже По-моему, не сможем Здесь очень серьезный флот Нас потопят по дороге Десять раз Готов служить В общем, отлично Нас предал Пупырь Он, конечно, за это Безусловно Заплатит Обычные налоги Так, здесь тоже надо Немного пошаманить Чтобы не было беспорядков Нам тут придется Переламывать Общественный порядок Довольно долго По всей видимости Ну и продолжается Да, блокировка Многих портов Одновременная Часть открыта Тут датчане Что-то мухлюют Одним Всего лишь кораблем Но убирать его смысла нет То есть сейчас ты построишь корабль Ну, уберешь ты его Ну и чего там Приплывет еще Столько же или больше Через там пару ходов А ты уже флот сократишь Нахер это надо Он сам плывет Они долго не держат То есть подержат И уйдут Все готово Что у нас тут с монголами Было Да Как я и говорил Тут уже полная армия Притом Опять тяжелые луки Которые прекрасные В ближнем бою В дальнем сражаются И возможно Возможно придется Их воссаде Подержать Достаточно Долгое Время Не торопимся Два хода Минимум Мы их тут подержим Надо будет еще Подкрепление Подтянуть Возможно Какие-то Тут венгры тащатся Пять ходов До сдачи 54 уже Рыцаря осталось Принцип может Проштурмовать Я думаю Что в следующей серии Мы как раз Эту штурму Тогда и начнем Ну и возьмем У них естественно Тарунь Цитадель Два отряда Это будет авторасчет Я думаю Если он еще Кого-то туда не посадит Смотрим Что у нас здесь А вот и город Кстати Стокгольм Их столица Такую-то рыцарей Нанял В Готов служить В городе Ты сдохнешь Или нет В конце концов Ликуйте Войны Франции Ликуйте Войны Франции И мы так потихоньку Теряем Теряем Пока с ним разбираемся А вот и осло Кстати Датская твердыня Правитель Здесь мы его и зажмем Ну Будем ли мы штурмовать Это Я думаю что нет На второсчете Мы разберемся с ним Там что Восьмин остался Два с половиной Инвалида Посмотрим на шансы Тем более Несколько лет стен Придется долго бегать Не думаю что такое Буду проводить Интересно И в общем-то Потери достаточно Большие Не стоят такие бои Реал тайма Как такового Да Ублюдки конечно Нас предали Это очень печально Вот те которые Сбежали Сейчас это затормозит Нападение Именно на Юге Центральной Африке Плюс возможно Проблемы будут еще И около Иерусалима Тут видите Нас обкладывают Но Армию мы постепенно Соберем Не знаю что за Барет Почему у меня не объединяются Войска здесь Ни в какую То есть вообще Объединение не идет Такое бывает Кто что по этому поводу Думает тоже Пишите Как их можно Объединить Каким образом То есть вот Я их объединяю Через М Они вообще не объединяются Хотя обычно Это все происходит Нормально Иерусалимом Иерусалимом конечно Не взять Это бесполезно Могут они Свои там Влажные Фантазии Оставить При такой Армии Правда Они могут Нас взять В осаду И просто Держать И тогда Нам придется Выводить из закр Как раз войска Для того Чтобы их Разбить Но это все Уже будет В следующих Эпизодах Если серия Вам понравилась Не забывайте Поставить лайк Подписывайтесь На канал Если еще не подписаны Вступайте в группу ВК Оставляйте свои Комментарии На сегодня Все С вами был Крестоносец Всем удачи И до новых встреч Пока Пока